Доброе утро! Вы нам рассказывали о совершенно невероятных старинных открытках. В этот раз вы принесли открытки более чем современные, карточки точнее, да? Давайте расскажем, что вас подвигло на вот такие работы, кто выполнял их и что в итоге получилось? Ну, сейчас уже которую неделю не утихают скандалы вокруг допуска и недопуска наших олимпийцев, олимпийские игры. Среди этих олимпийцев есть и уроженцы Пермского края, и поэтому мы решили поддержать наших пермяков и решили издать почтовые карточки, посвященные пермякам, которые являются кандидатами в члены сборной команды России на Олимпийских играх в Корее. Я так понимаю, что вот здесь на почтовых карточках есть и, в принципе, просто пермяки олимпийские чемпионы, которые когда-то становились олимпийскими чемпионами. Восемь изображений, так у меня в пресс-релизе написано, Колчина олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Сергей Белов олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу, Аликин чемпион по биатлону и другие известнейшие имена, для нас, пермяков, известнейшие, в общем-то, и для тех, кто следит за историей Олимпийских игр. Скажите, пожалуйста, как создавались эти карточки? Это второй издательский проект к этим Олимпийским играм. Мы еще после Олимпийских игр 2016 года, когда тоже начался этот скандал с допуском и недопуском наших спортсменов на Олимпийские игры, вообще задумались, кто из пермяков вообще сделал вклад в Олимпийское движение в мире. И вот с 2016 года мы начали собирать материал про олимпийские легенды при Камье. И вот таким образом родился вот этот проект «Олимпийские чемпионы» на почтовых карточках. В этом году мы начнем печатать призеров Олимпийских игр, пермяков. И таким образом у нас получится целая подборка, и это будет наш вклад в краеведческую тему при Камье. И мы будем исследовать историю, судьбу этих людей, которые отличились в мировом спорте и которые внесли значительный вклад в развитие спорта при Камье и нашей страны. Да, безусловно, это очень интересная работа. И мне кажется, еще очень хорошо то, что эти карточки ведь можно отправить по почте, а не настоящие. Да, конечно. И таким образом продвигать бренд Пермского края, да, олимпийский бренд Пермского края в другие регионы России, а может быть, из-за границы. У нас есть идея в этом году, когда у нас пройдет спецгашение, это будет 10 февраля в Пермском планетарии. Да, мы спецгашение проведем и отправим карточки в Союз биатлонистов России, в Федерацию санного спорта. И думаю, что эти карточки разойдутся и по коллекционерам тоже. И давайте напомним, вот вы уже сказали, 10 февраля в Пермском планетарии будет представлена как эта серия почтовых карточек с олимпийскими чемпионами, так и ваши работы, посвященные вот как раз предыдущим событиям спортивным, да? Это будет олимпийская выставка, городская, на ней будет представлено 6 лучших коллекций наших пермяков, которые собирают спортивную тематику. И вот на этой выставке можно будет увидеть старинные марки, посвященные спорту. Там есть первая марка России, посвященная олимпийским играм, первая марка в мире, посвященная олимпийским играм. И вот эти вот коллекции будут собраны в Перском планетарии, и с 10 февраля и до 28-го можно будет эти коллекции посмотреть. Вход совершенно свободный, а те, кто хочет получить карточку со штемпелем, погашенную, 10 февраля со скольки до скольки? С 10 февраля можно к часу подойти на открытие выставки, либо в любой день в наш офис на встречу коллекционеров. Всегда рады. Спасибо вам большое, Сергей. Огромный привет вашим коллегам-энтузиастам, потому что это всегда очень приятно. И, конечно же, внимание и интереса к вашей удивительной выставке. Спасибо. Хорошего дня. Вам, уважаемый, напоминаю, что в гостях у нас был Сергей Филатов, председатель Пермского общества «Филателистов» с приглашением 10 февраля. Приходите, рассматривайте уникальные марки, удивительные открытки, в том числе и самые свежие, посвященные пермикам-олимпийцам. Пермские планетарии ждут вас. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова